Всем привет, с вами Мико. И я продолжаю, скорее всего, заканчиваю сейчас проходить Нок-Нок, Тук-Тук. И у нас сейчас будут уровни на время. Кто помнит, в прошлом выпуске появилась шкала нервов. Сейчас её ещё раз нам покажут. И нам нужно пройти всю оставшуюся игру... Быстро. У нас есть такой вот монстрик на фоне. Кстати, очень милый. Мне вообще рисовка нравится. Так, ну здесь надо быстро добраться до тех часов. Я даже особо не буду заморачиваться, где-то что-то чинить, потому что времечко он астикает. И мне нужно просто добраться до часов и быстро выйти на улицу. Причём, по-моему, дверь откроется здесь же сейчас. Да, отлично. Это прям повезло. Так. Ой, в лесу стали появляться разные монстрики. Ну, в принципе... Ну, это не так пугающе, но хотелось бы, конечно, без всяких разных сюрпризов. Это я думаю... Кстати, прошу обратить внимание, что... С краю к нам начинает подбираться тоже полоса нервов и... Как бы это сказать? Ой, домик. А когда она заполнится, я об этом читала, мы впадём в безумие. Так, дальше уровень у нас с глазиком. Видите, дальше вроде как пусто, но на самом деле это ложь. Дальше будут появляться уровни в рандомном порядке. Просто их сейчас будто бы там нет. Но они там есть. И уровень с глазиком, уровень с глазиком. Пока я тут сплю и играю, она приближается ко мне там, но я его... Поэтому теперь надо всё делать шустро. Теперь мне совсем не до игры, не до гостей, потому что они не хотят выпускать меня отсюда. Придется избегать их с удовольным усердием. Это очень легко, просто нужно о них не думать. Да я же с удовольствием. Ещё бы мне так повезло, знаете, на три часика... Часиков. Три? Господи, не обращайте внимания, у меня иногда путается речь. Так. А может быть... А, нет, направо нет, ничего. Окей, идём наверх. Наверх, наверх, наверх. Пройдёмся и быстренько налево. Почему я так давно сюда не заходил? Ну, чёрт знает. Я очень надеюсь, что у меня эту игру получится пройти с первого раза. То, что, насколько я читала, это не у всех получается. Ага, это место я помню. Тут у меня тоже был один тайничок. Угу. Значит, мы движемся в верном направлении. Он думает, что рвёт свой дневник, пока спит. Чувствует, что сам съедает во сне свою жизнь. У нас кто-то плачет. Блин. Ну, часики, пожалуйста, дайте. Нет, не буду давать часики. Я не буду тратить время, простите. Отпечатки босых ног. Земля подсохшая, но сырая. Что это? Я что, в самом деле ходила во сне? В лесу? Этого ещё не хватало. О, ещё что-то должно проявиться. Вспомнил. Вот здесь жил кто-то маленький. Ну, ладно, ладно. Всё, нам там отрезали путь. Поэтому туда мы пройти уже не сможем. Ребёнок. Разве тут был ребёнок? А я не помню. Нет, не помню. Забыл. Ну что ж, где-то у нас плачет ребёнок. Где ребёнок-то? А, вон ребёнок. Я видела в следующей комнате слева. Есть часики. На всякий случай, дверь открою. Так. Пойдём вниз. Пока есть возможность, я пойду вниз. Всё равно сверху я вижу, что там призрак пошёл. Вы могли его не увидеть. Но он там есть. Вон он прям над нами ползает. Приглядитесь, пожалуйста. Вон там есть такая лёгкая тень. Так, ещё один разом. Блин. А, вон он снизу появился. А, боже. Сверху тоже ходит. Ладно, я что предлагаю? Есть кто-нибудь дома. Я предлагаю... Переждать. Как вам такая идея? Слишком много будет времени потрачено, если мы... Есть и мы попытаемся... Ходить. Кажется, за этой дверью что-то плохое просится ко мне. Вполне вероятно. Кажется, за этой дверью что-то плохое просится ко мне. Снова он это говорит. Но давайте тогда не трогать эту дверь. Я не знаю. Я не буду тогда трогать. Переждём сейчас последний кусочек уровня. Боюсь я слезать с лестницы просто потому, что... Ну, я думаю, вы помнимаете. Мы сейчас как раз с краю. Призрак может появиться и с левого края, и с правого края. Уже сколько раз давно было. Дома никого нет. Как обычно. Другого варианта нет. Но дважды мы всё-таки нашли часы. Это совсем не страшно. К ребёнку я не хочу идти. Видите, он справа в углу сидит. Вон там девочка плачет. Не очень хочу туда идти. Не знаю, что произойдёт в этот момент, когда я пройдусь. Так, теперь... Хорошо, призраки нас заперли. И сверху, и снизу. Ну, то могли его как раз разглядеть чуть-чуть поближе. Пока он был там. Но уже рассвет. Правда, от шкалы нервов достаточно большой кусок уже пропал. Блин, обидно. Ну ладно, хоть так. Кстати, фраза про искалеченный дом... Её раньше не было, по-моему. Сыграем в дом на краю. Накройте стол так, как накрывают его для поминок. Вместо приборов положите листы и бумаги. Закройте глаза и рисуйте круги на каждом листе. Мысленно повторяйте разными голосами. Круглое-круглое, представляя при этом размеры кругов. Рано или поздно вы слышите голос, как будто кто-то произнёс эту фразу у вас в голове. Квадратное или нет, не круглое. Выходите из комнаты и закройте за собой дверь. Так, ну следующий уровень с домиком. Это будет уже нетрудно хотя бы. Монстрик на нас прям смотрит. Часики прям снизу. Здорово. Это можно будет прям сразу же и выйти. Когда мой дед ощутил, что его время пришло, он сделался собран и сосредоточен. Не хотел умирать, потому что совесть его была неспокойна. Что-то он там не доделал, чего-то не допонял. Не знаю, успел он или нет. Тогда я был ещё очень мал. Так, а дверь сверху, что ли, нужно пройти к ней будет? Ага, окей. Окей, окей. Быстренько, быстренько идём. Кто-то всё время таращится на меня снаружи. Что тебе от меня нужно? Разве со мной что-то не так? Возможно. Я тебя вижу. Ты кто такой? Помоги мне. Я постараюсь. Он потерял меня, когда я был совсем маленьким, потому... Потом он тоже повредился рассудком. Он перестал меня видеть. А может быть, ты гость? Нет? У кого какие предположения? Может быть, наш герой, он и есть гость? И он сам призрак в своём доме? Чёрт его знает. Дайте мне, пожалуйста, дом. У нас тикает время даже на уровне с лесом. О, дом. Всё, отлично нашли. Дальше снова глазик. Блин, а это столько нужно успеть за такую шкалу. Куда нам сначала пойти направо? Там такие маленькие комнаты... А-а-а, понятно. Значит, у нас нет даже выбора. Тогда налево пойду. А потом, как обычно, под конец где-нибудь на лестнице зависну. Так, ладно, нам это не нужна комната. В ней нет часов. Но здесь тоже нет часов. Они настоящие, но не такие. Они такие, потому что ты в дреме. Так, снова девочка плачет. Вижу её справа. Ну, ещё до неё надо будет дойти. А пока что нашли первые часы. Всё, это ползёт изнутри, а совсем не снаружи. Лесной ужас поселился у меня в доме. Это да. Ой-ёй-ёй-ёй. На меня напала перекати поле. Это было внезапно и очень неприятно. Отлично. Теперь у меня ещё будет постоянно вот эта штука будить. Ну ладно. Хотя бы слева всё обойти. Ага, призраки сейчас начнут ползать. Так, здесь ничего такого нет. И вот здесь одна обособленная комнатка. И здесь ничего нет, представьте себе. Это дурная дрема. Ты умираешь, а в лесу хотят, чтобы ты жил. А может быть тогда нам гости помогают? Тоже, в принципе, какой вариант. Я вижу. Так, пока что сверху. Так, появился двойник. Двойник это не очень хорошо, просто потому что он нас очень сильно откинет назад. И сейчас не придётся извращаться. Блин, что же мне делать? Уйди, пожалуйста, двойник. Пожалуйста. Ещё один двойник. Ребят, у меня два двойника. Они наложили друг на друга и абсолютно ведут себя одинаково. Ох, чёрт. И я всё-таки напоролась на двойника. На двойника. Придётся перепройти этот уровень. Кто-то только что прошёл по моей могиле. Плохо? Очень плохо. Уровень вроде выглядит так же. Но, вероятно, будет без часов. Я ошибался. Не изнутри это самые настоящие гости. Я попался в ловушку собственного ума. Нужно было представить их совсем другими. Теперь уже поздно. Но дом, мне кажется, выглядит немножечко иначе. Прямо в самую малость. Девочка там сидит. Чёрт. Оно нам время откатило. Блин. Так, назад мы уже не пройдём. Видите, прям в проходе у меня застряло дерево с ногами. Ещё одни часики. Хорошо. Может быть, мы чуть-чуть нагоним время. Хотя это не точно. Хотя бы чуть-чуть время нагнать. Если я ещё одни часы найду, это будет победа. Ну, победа в плане того, что я возмущу то, что потеряла. Здесь ничего нет. Часики. Отлично. Теперь немножко лучше. Где заходишь? А, вижу, вижу, вижу. Вот слева идут отпечатки рук, ног по стенке. Вот слева идут отпечатки рук, ног по стенке. Я бы с первого раза прошла очень быстро этот уровень. Ну, пока что вот так вот я посижу. Да хорошо. Это, конечно, чертовски увлекательный геймплей, но... Вынужденная мера. Тем временем третьей шкалы уже прошла. Пропала. А мне еще кучу, кучу, кучу уровней проходить. Давай. Ну, давай. Все. Мы играем в переселение. Это игра на исполнение желаний. У нее нужно играть так. Если кому-то удалось проснуться за час до рассвета, он должен мысленно объявить себя жильцом. На рассвете жилец становится перед закрытой дверью и говорит, время пришло. Пора собираться в дорогу. После этих слов дверь должна остаться закрытой. Если не получится, он больше не жилец. О, как нас перекинуло. Все. Вот это уже меня радует. Мы чуть-чуть дальше продвинулись. Так. Все еще за нами наблюдает злой. А может быть не злой. Дух леса какой-то. По-моему. Может быть нам действительно пытаются помочь. Ничего не чиним. Просто уходим. Может еще раз проверить, надежно ли заперт выход. Ну, мы в принципе идем наружу, поэтому... Если верить приборам, это не галлюцинация. Среды настоящие, не мои. Но эти приборы давно уже устарели. Мне так нравится, что у него еще и тапочки. Так, уютненько. Действительно, вот тут... Ну, он в своем доме находится. Так, выбраться из леса. О, о, как близко. Вот это тоже небольшая экономия времени. Так, а прям сюда меня. Ладно, ладно. Надо успеть. Как у нас парахетик? О, какой ты большой. Умение правильно прятаться необходимо каждому. Это давно уже не секрет. Это общее место. Но я еще с детства достиг особых высот в этом трудном искусстве. Чтобы тебя не нашли, соблюдаю одно важное правило. Не смотри. И никто тебя не увидит. Чего я не вижу? Того нет. Это странно, но это работает. А, здесь ничего нет. Напоминаю, что когда что-то есть, через секунды-две срабатывает вот этот вот таймер. То есть, он глаза закрывает. Если пройдет две секунды и часики появились, значит, ну, как бы они тут есть. Если прошло две секунды и часиков нет, то, соответственно, здесь не часики, а здесь какая-то штука для того, чтобы спрятаться. То есть, в принципе, выбирайте для себя, нужны ли вам эти прятки. Мне, например, не особо. Именно поэтому я предпочитаю дальше пойти и пособирать часики и быстрее закончить уровень. Видите, он долго идет с закрытыми глазами. О, еще часики. Вообще, чем больше я пройду с отсутствующими призраками, тем лучше. Здесь нет ничего. Понятно. Здесь ничего нет. Окей. Так, кто появился? Это было всего лишь перекати поля. Где он у нас ходит? Ух ты, какой близкий звук. Где вы ходите, ребята? Ага. Сверху у нас опять двойник. Ладно. А я не хочу. В общем, двойник ходит, что-то там чинит. Ой-ой-ой. 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 Это что такое? Что такое? Что такое? Отстань от меня. Отстаньте от меня. Отстаньте от меня. Ребята, я почти прошла уровень. Давайте без этого. Давайте обойдемся без этого. Слева. Второй кустов. Там мальчик, девочка. Не знаю, кто там. Дети, взрослые. Снизу какая-то херунда. Я даже не знаю, как это назвать. Еще двойник ходит. Просто кошмар. Повезло, что лестницы от него спасают. Вроде как. Если я сейчас не нарушу нажимание WS. туда-сюда-долго. Все будет хорошо. То сейчас настанет рассвет и этот кошмар, он пройдет. Ну быстро этот зараза, который снизу. Давайте, давайте, давайте. Рассвет, пожалуйста. Все. Все. Я аж понервничала немного. Не скажу, что это гиперсложная игра, но заставляет понервничать. Эта игра особенно опасна, потому что ее начинают гости. Рано или поздно вы услышите голос, кто не спрятался. Через некоторое время он говорит, кто прячется, тот застыл. Я не виноват. После этого вас находят, что бы вы ни делали, и все начинается сначала. Кажется, что выиграть невозможно. Ключ — это игра для смелых. На самом деле прячется тот, кто стоит на месте. Пока хоть кто-то в доме прячется, игра будет продолжаться. Любую игру нужно довести до конца. Кто доведет, тот и победитель. И уровень с домиком. И у меня осталось очень мало шкалы нервов. Мне прям пугает ее меньше половины. А часы у нас справа внизу, я вижу. Далековато, конечно, запихнули. Комнатка, комнатка, покажись. Блин, идти так далеко. Ну, ладно. Дойдем уж. Обычно оно спало вот тут. Но я вижу, там одеялко в углу свернуто. Тихонечко, тихонечко. Погодите. Где выход? Это все случилось здесь, в этом самом лесу, в этом доме. Но же выход должен быть где-то тот. Вот он. Хорошо. О! Опять нам очень повезло, что домик так близко оказался. А, как вы близко. Вот там мы так перескочили красиво. Почему бы сейчас так не сделать? Ну ладно. Ладно. Ну? Давайте. А, ну дом в этот раз небольшой. Поэтому таких у нас приключений не должно быть. С поиском часиков. Что такое? Мне это сейчас вообще вот ни к чему, ребят. И уровень заново. Вот. Можно хоть какое-то было предупреждение дать или еще что-то? Я потеряла, конечно, немного времени, но все-таки оно драгоценно. И дом поменялся. Зашибись. Мне все стало ясно. Это действительно лунатизм. Должно быть, я сам перепрятал дневник. Спящий. В доме множество мест, куда я здесь запрятал странные находки. Придется проверить их все. Ведь я действовал бессознательно. Ну что, наверх или налево? Налево, наверное, пойдем. Посмотрим, что там. Часики. Здесь странный воздух. Но здесь есть часики, ребят. Поэтому мне, в принципе, все равно. Где опять девочка плачет? Не вижу ее. Пока что. Здесь ничего не открывается. А здесь... Часиков нет. Что же тут произошло? Что-то подсказывает мне, что не стоит в этом копаться. А мне интересно, насколько вообще вот реально пройти уровень. Ну, все эти уровни пока... Если я хоть один раз переиграла. Так, ну ладно. Ты меня еще не забыл? Хотя бы иногда ты видишь меня во сне? Я бы не хотела здесь никого видеть во сне и без обид. Отлично. У меня тут еще и призрак появился. Да что ж такое-то... В общем, там появился призрак. Он меня схапал. И... Там же был глазик. Да. Весело. А знать бы теперь, где часы. Ладно. Буду необычной. Пойду в этот раз наверх. Здесь девочка. Где же оно похоронено? Где-то недалеко. Когда я вернулся домой, на кровати была только земля. И еще как-то особенным образом уложенные листья. Ну... Интересно. Ну, я так понимаю, это тот ребенок, собственно, о котором была речь в тех записках. Дайте мне, пожалуйста, часы. Будьте людьми. Времени мало осталось. Очень мало времени. Нет. Будьте ложитесь. Есть! Хотя бы одни. Не бойся меня. Так, у нас двойник появился. Не, ну зашибись тебе, конечно. А можно мне тоже? Все, он вроде пропал. То, что двойник, это плохо. Должен признать очевидное, но не умеет. Это высшие его сил. Блин, неужели вы хотите сказать, что все маломальски полезные комнаты были слева? Ах, уже две. Ну-ка, ну-ка, где близок? Зачем ты включаешь свет? Так. Где эти лапы? А-а-а? Кто там идет? Свечка? Что? Справа подбирается ко мне лапа, снизу двойник со свечой. Ну, либо рядом с ним свеча летает, это что-то такое. Дайте мне, пожалуйста, выйти отсюда. Вон, свечка пошла к нам. Вот и я иду. Ну. Я такое чувствую, что... Есть смысл уже просто даже нас опять рассвета на лестнице. Потому что призрак там, призрак тут. Что мне с ними делать? Я не могу попасть в левую сторону дома, потому что здесь мой двойник. Просто не могу. Ты запер себя в ловушке. Ну, с этим я согласна. Почему тебе страшно? Ну, давайте. Давайте. Что-нибудь, куда-нибудь, кому-нибудь. Где-то теперь. Ага, сверху. Двойник вместе со мной на этаже тасуется. Ну, у нас уже почти время закончилось. И шкала нервов тоже. Благо, что следующий уровень дома, он проходится относительно близко. Ой, быстро. Да. Сколько мне еще уровней осталось? Утро настало. В этой игре нужно двигать время вперед. Чем быстрее оно закончится, тем лучше для всех. Томик. У меня есть чувство, что... Есть еще уровень глаз. Не вижу пока что. А, сверху. Окей, сверху, значит, мы идем вот так. Шкала почти прозрачная. Но, знаете, попытка была хорошая. Дом, дом, дом. Найдись, пожалуйста. Там еще столько уровней. Еще глаз. Еще один дом. Маленький кусочек шкалы. Какой огромный. Так, надо вниз, направо сходить. Может быть, часы нет? Нет. Нет, не часы. Опять я попала в эту ерунду. Сейчас нужно будет перепроходить уровень. Ну что ж, мы открыли картинку новую. Но это не отменяет. Странный, немыслимый мир показался мне там, за деревьями. Мой долг, отмечаясь в переменном мире, но как я могу это все допустить? Отлично. Я угадала с дверью. Отлично. В этот раз я угадала с дверью. Ну, может быть, мне с часами повезет. Сколько там еще уровней? Надо проснуться по-настоящему, тогда все кончится. Я уж не сомневаюсь. Ладно, здесь ничего нет. Унизу сидит девочка. Ну, почему же вы не даете часы? Оп, перекати поле. Хорошо, что заметила. Ладно, не время этим заниматься. Призраки поползли. Как я и говорила, здесь нет часов. Мне рассоздал твой страх. Прекрасно. Опять двойник. Да что с такой? Вы мне решили всю игру испортить. У меня же времени еще куча. У меня за это времени вся полоса тикает. Нет, это не смешно. Слушайте, а двойника видно при свете. Это прикольно. Второй ко мне пошел. Их два. Скорее всего, я сейчас проиграю. Ну что, переждать время? А там дальше нет никаких лестниц. Где мне дальше прятаться? Да зашибись. Я рада, что ты слышишь, как я дышу. У меня шкала кончается. Что мне делать? Какой отчаянный поступок я должна сделать, чтобы пройти эту игру? Не, у меня время не успеет идти. Перепройти этот уровень требует теперь. Вот так. Я зафейлила это прохождение. Сначала я думала, что заболела, но это не так. Я нормален. Компенсация. Вот что это такое. Мне бы уехать на время и отдохнуть. А теперь выйти из дома страшно. Что-то действительно происходит снаружи. Как будто все время стучится в окно. Вокруг дома поляна, деревья на ней не растут. Ну, давайте всегда так. Мы сейчас посмотрим концовочку плохую. Я вам ее покажу. А потом мы попробуем сделать другую концовку. Спасибо, я нашла первые часы за это время. Даже если вы мне сейчас 10 часов поставите, я не успею это сделать. Все. Предлагаю просто посмотреть, как медленно уходит шкала, и как мы увидим плохую концовку. Звучouts. Звучит功. Звучит сделаны. Звучит cooperative. Рыд hard. Подписывайтесь. Присывай. Присажирование. Присывай. Про halfway. Присывай. 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 Почему я еще хожу, шкала ведь закончилась? Нет, не круглая. О, свечки. Ну, это ГГ как бы. Я не знаю, почему у меня еще не сработал гейм-ово. Ну, скорее всего, сейчас будет оно. Я, конечно, попробую сейчас этот жуткий момент переждать на лестнице. Но не знаю, что из этого выйдет. Должен быть проигрыш. У меня здесь не нравится. Свечки летают сверху. Видите? Интересный вид призрака. И причем они, в принципе, зависают надо мной, я смотрю. Ах, те, нет, пролетают. Я не знаю, у меня, конечно, есть надежда, что играю за боговала. Немного. И я просто ее пройду. Но это нулевые шансы. Оп. Видели, да, что слева прям появилось? Кустики. Я слышу, как ты дышишь. Ну, давайте. Перекати поле. У нас рассвет, но это... Не знаю, радостная новость в нашем случае или нет. Конец игры. Хорошо, что вы добрались до этого момента. Теперь все предыдущие правила не действуют. Игра больше не работает. Думайте о чем хотите и ни о чем не тревожьтесь. Все будет хорошо. Да, но у меня закончилась шкала, ребят. Это последний уровень? То есть, если бы я, в принципе, не тормозила нигде, я бы прошла игру. Интересно. Ой-ой-ой, как он близко. Ну, возможно, у меня будет плохая концовка. Не знаю. Но часики близко. Субтитры сделал DimaTorzok Так, подождите, мы заколотили все двери, окна. А я все-таки прошла игру. Это не Game Over. Нет. Я прошла игру, и я очень этому рада. Видимо, нужно было все-таки дойти до какой-то определенной отметки. И игра бы... Возможно ее пройти, вне зависимости от того, что шкала все равно пропадет. И, в принципе, это очень хорошо. Не хорошо для героя, что он все заколотил, потому что есть еще иная концовка. Там он выбирается все-таки из дома. Грустно, конечно, но, в принципе, главное было пройти игру. Что это за символы такие? Он причем закрывает глаза. Анна Калякина. 26 января. Воскресенье. Билет. Это титры, я так понимаю. Елена Ерофеева. 4 октября. Четверг. Соль. Окей. В общем, здесь какие-то символы и... Имена людей, видимо, это разработчики. Ну что ж, ребят. Я сейчас точно посмотрю, это концовка или нет. Да, я посмотрела, и эта концовка как раз-таки стандартная. Самая обычная. Ну, не хорошая, но и неплохая. Условие было таковым, что белая полоса нервов осталась. Хотя она у меня дотикла, но, возможно, возможно, где-то она еще тикла. Тут я уж не могу сказать. И нужно просто пройти все уровни. И получаем мы концовку Отшельник. Герой в доме с заколоченными окнами. И видит наступление утра. Вот. Поэтому, да, игру я прошла. Я попробую еще чисто для себя получить другие концовки. Хотя одну из них, о которой я уже говорила, и которую боялась геймова, можно получить очень легко. Это просто, чтобы шкала безумия опустилась в ноль. Либо в лесу, чтобы нас безумие, например, настигло. В общем, вы поняли. И есть еще одна концовка, которая... Нужно собрать все страницы дневника. Там что-то от семи, от шести страниц. И самый главный индикатор на дом, на последних уровнях будет надвигаться не вот это чудовище, а девочка, которую мы встречали в начале игры в лесу. Вот эта девочка с длинными волосами, которая все нам никак не попадалась. И никак не хотела нам отдавать ничего. Потому что она пропадала при приближении. Так что оставляйте комментарии, высказывайте свое мнение об этой игре. Будет интересно почитать. Она, конечно, очень короткая, но с тела у нас душой. Мне, во всяком случае, понравилось. Я где-то расслабилась, где-то напряглась. Но в целом у меня впечатления положительные. И ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи с вами в других играх. Всем пока-пока.